Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим технологический расчет холодильных камер для шоколада и конфет. При расчете обычно известна пропускная способность камеры P в килограммах в час. В холодильных камерах в изделиях и полуфабрикате кристаллизуется сахар, масло и другие составные части или происходит студнеобразование, а затем изделия и полуфабрикат охлаждаются. Охлаждение помадных изделий сопровождается увеличением твердой фазы за счет снижения содержания сахара в жидкой фазе. В камерах для шоколада также происходит кристаллизация и охлаждение, что иллюстрируется графиком. На графике за начало отсчета принята температура Т нулевое воздуха в камере. Пунктирная прямая АБ показывает идеальную среднюю температуру ТН с жидкой части масла какао в шоколадном изделии при кристаллизации. Шоколадное изделие при кристаллизации переохлаждается, поэтому его температура не остается постоянной, а изменяется согласно кривой АЦБ. Форма кривой зависит от очень многих факторов. Температура в камере, толщине шоколада, поверхности и рецептуры изделия, материала форм и тому подобное. Участок кривой БД соответствует охлаждению изделия после кристаллизации до конечной температуры ТК. Общая продолжительность пребывания изделий в камере рассчитывается по формуле. Очень трудоемко определить время кристаллизации. В технической литературе есть рекомендации относительно продолжительности кристаллизации, но они слишком общие и не учитывают многих важных факторов. Для обычно принятых режимов кристаллизации из шоколадных изделий продолжительность этого процесса в зависимости от толщины шоколада, дельта или шоколадного покрытия можно определить по графику на экране. Время охлаждения изделия в камере после кристаллизации определится по формуле на экране. Для шоколада А равно 24,4 Вт, деленная на метр в квадрате градус. ТН 3031 градус Цельсия. С 1592 1678 джоуль на килограмм градус. Т нулевое обычно от 5 до 10 градусов Цельсия. При снижении температуры воздуха в камере кристаллы масла какао получается мельче и изделию сообщается больший блеск. Однако при неумелом использовании низкой температуры воздуха может возникнуть сахарное цветение изделий. Чрезмерное снижение температуры воздуха в камере для конфет приводит к появлению белых пятен на помадных изделиях и рекомендуется применять воздух с температурой 0 градусов Цельсия и ниже в зоне кристаллизации шоколада, а в зоне его охлаждения поддерживать температуру воздуха около 10 градусов Цельсия. Это улучшит качество шоколадных изделий и предотвратит появление сахарного цветения. В холодильной камере отнимается тепла Q. Для охлаждения требуется воздуха V. Из формулы производительности равномерно движущегося транспортера камеры определяется скорость движения продукта. Длину транспортирующего органа камеры определяют по формуле. В камерах с периодическим движением транспортеров продукт перемещается с периодом T. Обоснование числа G мы приводили в других видео, в том числе в видео об отливке шоколадных плиток и конфет. Вы можете ознакомиться с ними на канале. Общая длина рабочих участков всех вертикальных транспортеров определяется по формуле. Кинематический расчет. С периодом T вращается главный вал холодильной камеры. Смотрите валы кулачков 2 и 4 на рисунке. Период T состоит из времени Тау-П покоя вертикального транспортера и времени Тау-Д его движения. И тогда можем записать. Для уменьшения размеров холодильной камеры следует большую часть периода отводить на покой транспортера и соответственно меньшую часть на его перемещение. Приводной механизм для прерывистого движения удобно подбирать по равенству. Чаще всего, но не обязательно, отношение Тау-Д к Т большое, равно от 0,33 до 0,167. При таких отношениях привод осуществляют шести или трех пазовым мальтийским крестом, а также комбинированным механизмом. Эти механизмы мы с вами рассмотрели в отдельной видео лекции. За время Тау-П покоя вертикального транспортера партия продукта длиной ЛП перемещается от плоскости АА к плоскости ББ. Скорость равномерного движения рассчитывается по формуле. В плоскости АА партии изделия могут удерживаться отсекающими рычагами, позиция 10 на рисунке. Время, когда рычаг находится ниже загрузочного транспортера рассчитывается по формуле. Остальное время, Т-Тау-Н. Рычаг поднят выше загружающего транспортера. Условимся. Главным валом холодильной камеры называть ведущий вал механизма, который преобразует равномерное вращение в прерывистое движение ведомого звена. А также все другие валы, связанные с ним постоянной кинематической цепью, имеющей передаточное число 1. Тогда на рисунке главным валом будут валы кулачков 2 и 4. Главный вал обычно легко находится по кулачкам и водилам мальтийских крестов. По главному валу устанавливаются все кинематические соотношения. Под передаточным числом ИРХ между главным валом и любым рассматриваемым валом Х, понимаем отношение угла Фи-Р поворота главного вала омега к углу поворота Фи-Х рассматриваемого вала за период Т. За этот период главный вал поворачивается на угол Фи-Г равный 2 пиродиан, а рассматриваемый вал поворачивается на угол Фи-Х равный 2 Пи-НХ, где НХ – число поворотов этого вала за период Т. Или это выразится такой формулой. Скорость равномерного движения любого цепного транспортера рассчитываем по такой формуле. Перемещаясь с постоянной скоростью ВХ транспортер может за время ТДХ движения меньшее периода ТБ, переместить изделие на расстояние L, которое найдем по формуле, откуда выразим НХ таким образом. Подставляя значение НХ в формулу, которая вверху, получим новую формулу. Если расстояние L выразить числом Б малое шагов Т малое, то в средней формуле можно придать вид так, как показано внизу. При этом длина цепи с упорами равномерно движущегося транспортера рассчитывается по формуле. Длина цепи без упоров выбирается по конструктивным соображениям. В некоторых холодильных камерах, кроме вертикальных транспортеров, встречаются и другие транспортеры с прерывистым движением. Как, например, транспортер 8 на представленном рисунке. Продолжительность его движения ТДГ не может превышать продолжительность покоя ТП вертикальных транспортеров, то есть выполняется неравенство. Как уже было указано ранее время, ТАУП составляет максимальную часть периода, для чего обычно привод вертикальных транспортеров осуществляют Мальтийским крестом с соотношением от 0,67 до 0,84. Горизонтальный транспортер можно приводить в движение от Мальтийского креста как с внешним зацеплением, так и с другим количеством цевок и пазов, так и с внутренним зацеплением с тем же числом пазов и цевок. Изготовление Мальтийских крестов с внутренним зацеплением предоставляет определенные трудности, поэтому часто привод верхних транспортеров осуществляют от цилиндрических секторных шестерен 5, как это указано на рисунке. В этой видео лекции мы с вами рассмотрели технологический и кинематический расчет холодильных камер для шоколада, шоколадных конфет, помадных конфет и мармелада. Благодарю вас за внимание, подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь этим видео с тем, кому оно могло бы быть интересным. На этом я прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч!